Всем привет! Меня зовут Анастасия Кузнецова, и я представляю вам первый урок в курсе «Монтаж видео в Adobe Premiere SS» на канале LoftBlog. В этом видео мы с вами разберем, как установить эту программу, обсудим интерфейс и создадим свой первый проект. Ваш компьютер или ноутбук должен удовлетворять минимальным системным требованиям, полный список которых есть, конечно же, на сайте Adobe. Я приведу его здесь и ссылку выложу в описании видео. По моим наблюдениям, чем слабее компьютер и естественнее, тем сложнее ему обрабатывать видео, особенно если у ваших исходных файлов очень большой битрейт. Лучше всего иметь SSD-диск, на котором стоит ваша система и сама программа, 16 гигабайт оперативки и хорошую видеокарту. Тогда вы будете ждать секунды при обработке файлов и минуты, а не часы, прежде чем ваш конечный файл будет готов. Несколько лет назад Adobe перестала поддерживать коробочные версии своих продуктов и стала давать их в аренду. Появился Creative Cloud. За подписку на месяц или год вы получаете весь пакет программы Adobe, облачный сервис, бесплатные обновления и много других возможностей. К тому же теперь вы можете пользоваться первый месяц продуктами бесплатно. Чтобы установить премьер, теперь вам надо для начала зарегистрировать свой Adobe ID на сайте Creative Cloud, скачать эту программу и уже через нее скачать премьер. Подробно останавливаться я не буду на этом процессе, потому что он весьма прост, особенно на макбуке, поэтому перейдем сразу к концу установки. Кстати, до того, как появилась версия СС, старые версии премьера были часто несовместимы друг с другом, и проекты в старых версиях не открывались или открывались горем пополам в новых версиях. Сейчас я уже не замечаю таких проблем с проектами. Прежде всего, следует сказать, что желательно под каждый проект создавать отдельную папку. Если вы собираетесь работать с программой не один раз, то лучше всего называть папку по названию проекта или даты, потому что если вдруг вы через время захотите вернуться к старому проекту, то правильное название вам поможет найти его быстро. Через время работы над проектом премьера в этой папке создат свои папки и файлы. При запуске премьера вы видите приветственное окно. С течением времени и с новыми версиями это окно изменял свой внешний вид, но неизменно в нем было то, что в нем всегда можно было открыть последние несколько проектов, над которыми вы работали, открыть проект с компьютера, создать новый проект и получить справку. С появлением Creative Cloud в этом окне еще добавилась синхронизация с облаком, которую в этом курсе я не буду затрагивать. В нашем случае у нас нет предыдущих проектов, так что мы нажмем кнопку «Создать проект». Окно создания нового проекта тоже видоизменялось со временем, но главное в нем остались два пункта – название проекта и место на компьютере, куда этот проект сохраняется. Остальные настройки этого окна обычно не изменяются. С названием проекта та же фишка, что и с названием папок. Желательно называть его понятно для вас. Или если вы, например, работаете в коллективе, и кто-то захочет зайти и продолжить работу над проектом, понятное адекватное название поможет ему быстро разобраться, где что. В списке местоположений можно будет выбрать последние использованные папки, но мы нажмем «Обзор», чтобы сохранить проект в нужную нам папку. Нажимаем кнопку «Ок» и открывается программа. Интерфейс программы состоит из панели или по-другому окон, которые можно закрывать, перемещать и настраивать под себя. Видимые панели и их расположение на экране называется «Рабочей средой». Создать, изменить или удалить рабочую среду можно в верхнем меню «Окно» «Рабочие среды». Рабочая среда выбирается под текущую задачу. Есть уже предустановленные среды, но вы можете разместить окна как вам надо, их можно двигать за края, и сохранить эту среду через меню. В окнах есть также вкладки, и, как я уже говорила, ненужные окна вы можете закрыть, а малоиспользуемые сгруппировать во вкладке. В этом курсе я буду разбирать и объяснять только часто используемые кнопки и панели. В этом окне проекта будут находиться все файлы, с которыми вы будете работать в проекте. Видео, музыка, картинки, титры, текст. Чтобы добавить сюда файлы, это можно сделать несколькими способами. Можно два раза кликнуть на пустом месте панели и откроется окно добавления файлов. Можно воспользоваться верхним меню «Импорт». И также можно перетянуть файлы из папки в проект прямо на панель проекта. При перетаскивании значок на моем курсоре не должен быть красным запрещающим. Вот, например, над этим окошком он запрещающий, а здесь нет. Чем больше файлов, тем дольше они, естественно, импортируются. И если формат файлов подходит, то пример их добавит. Иногда не добавляются некоторые видеофайлы, очень большие фотографии и картинки из интернета. Все можно, естественно, сконвертировать в видеоконвертерах и фоторедакторах соответственно. В окне проекта можно также изменить вид просмотра. Внизу есть кнопка «Просмотр» в виде значка. Теперь мы можем видеть, что это за файлы. Но, к сожалению, они лежат в разброс. И чтобы отсортировать их, например, по названию, нажмем внизу на клавишу «Сортировать значки» и выберем в меню «Имя». Следующая панель – это панель «Таймлайн». Это окно для нарезки видео, в котором будут находиться все ваши файлы последовательно. Как видите, в названии панели есть слово «Нет эпизодов». Что же такое эпизод? Эпизод – это последовательность ваших файлов. В проекте может быть несколько эпизодов. Например, вам надо из одних и тех же файлов сделать два ролика – длинный и короткая промо. Или один на YouTube, один для того, чтобы крутили на телевидении, и еще один 10-секундный кусочек, чтобы вставить на бэкграунд на сайт. Для телевидения будут совсем другие настройки конечного файла. Именно для этого и нужны эпизоды. Чтобы создать эпизод, можно воспользоваться верхним меню «Файл», «Новый», «Эпизод» или горячими клавишами «Ctrl-N». Параметры эпизода должны соответствовать тем параметрам, которые должны получиться в конечном файле. Частота кадра, размер, соотношение сторон и тому подобное. Если вам нужны специфические параметры, то воспользуйтесь этим окном создания эпизода. Например, вам нужно создать видео размером Full HD, а вы снимали в другом размере. Тогда создайте эпизод с размером Full HD. В окне создания нового эпизода есть заранее установленные заготовки. Их еще называют пресетами для работы с разными форматами и даже с разными видео- и фотокамерами. Выбрав пресет, справа в окне можно посмотреть все его параметры. Формат для видео на YouTube мы выбираем, например, вот этот. Во второй вкладке Settings можно настроить, например, количество кадров в секунду. Его стоит поставить таким, какое оно в видео, которое вы хотите использовать. Его еще сокращают до аббревиатуры FPS. Чем больше количество кадров в секунду от снятого видео, тем сильнее его можно замедлить. Например, все мы видели ролики, когда лопается медленный пузырь. Чем больше FPS, тем плавнее будет взрыв. Если FPS меньше 24, то человек заметит неплавные движения объекта в видео. Размеры видео тоже выбираются в зависимости от цели. Например, все современные фотоаппараты и смартфоны снимают в HD 1280 пикселей ширина кадра и 720 пикселей высота кадра. И Full HD – это 1920 на 1080 пикселей. В общем-то, сейчас самым распространенным форматом при съемке и монтаже видео является 720p50. Это HD-формат – 1280 на 720 пикселей и 50 фпс. Его можно замедлять ровно в два раза, до 25 фпс, и глаз не заметит этого. Формат телевидения PAL имеет 25 фпс и размеры видео 720 на 576 пикселей. Кстати, буква P между числами означает прогрессивную развертку. Чересстрочная развертка сейчас используется на телевидении, но большая часть людей использует именно прогрессивную P. В уроке про рендеринг конечного видео мы поговорим, что это значит. Бывает, что эпизод, наоборот, должен совпадать с параметрами исходного видео. И чтобы сократить время, можно просто взять видео и перетащить его на пустое место таймлайна, и эпизод с такими же параметрами создастся сам. Эпизод имеет такое же название, как и файл, из которого он создан. Его можно переименовать. Видите, у вкладки теперь другое название. Здесь будут также появляться вкладки и других эпизодов. Эпизод можно создать и по-другому. Можно нажать правой клавишей на клипе и выбрать в меню «Создать эпизод на основе клипа». Вот на этих дорожках и будут располагаться ваши видео. Давайте перетащим сюда еще парочку видео и аудио. Этим главным ползунком вы управляете просмотром видео. Вы можете его передвигать, и в этом окне главного просмотра вы увидите текущий кадр видео. Мы еще не раз будем использовать этот ползунок при монтаже. Наверху окна «Таймлайн» есть текущее время. Вы можете его изменять, если вам надо перескочить в какой-то определенный кадр. Например, на десятую секунду. Как вы видите, при перенесении первого видео создалось три видеодорожки и три аудиодорожки. И у наших видеоклипов есть видео и аудиокуски, которые связаны между собой пока что. Если нажать на любой из них, то выделится и второй. И если передвигать один из них, то передвигается и второй. На этих дорожках друг над другом могут располагаться разные клипы. По-другому это можно назвать слоями. Видео, которое находится на самой последней видеодорожке, будет видно, а все остальные будут под ним. Например, на первой дорожке можно разместить главное видео, на второй, например, логотип, и тогда логотип будет поверх первого видео. На третьей дорожке может быть какой-то текст, например. Аудиодорожки просто смешиваются. На одной можно разместить голос, на второй тихую фоновую музыку, а на третьей какие-то звуковые эффекты, клики мышкой или что-то другое. Дорожки можно блокировать. Их также можно переименовывать через контекстное меню. Можно скрывать их. Тогда при проигрывании те клипы, которые находятся на этой дорожке, не будут видны в окне просмотра и, соответственно, в конечном видео. Также аудиодорожку можно замутировать, нажав на кнопку M. Тогда при проигрывании вы не услышите те файлы, которые находятся на этой аудиодорожке. Ее можно сделать соло, нажав на кнопку S, и будет проигрываться только эта дорожка. Все остальные будут замутированы. Их высоту также можно менять, потянув за край дорожки. Например, это удобно для монтажа – видеть первые кадры видеоклипов и звуковые пики на аудиофайлах. Дорожки также можно добавлять и удалять через контекстное меню. Это удалить, а это добавить. А также, чтобы добавить дорожку, можно просто перетащить видеоклип на пустое место и отпустить. И дорожка автоматически создается. Это панель инструментов, которая используется при монтаже видео. Ее мы обсудим в следующем уроке. Это окно общего уровня звука в ролике. Это окно главного просмотра видео. В нем есть управляющие кнопки. Можно запустить видео, остановить, промотать на один следующий или предыдущий кадр. Но я обычно ими не пользуюсь. Запустить видео и остановить можно при помощи клавиши пробел. А передвигать на кадр вперед и назад можно стрелками вправо, влево, на клавиатуре. Также в окне просмотра есть выпадающий список для масштаба видео. Фит делает, чтобы видео полностью умещалось в окне просмотра, несмотря на его реальный размер. И при изменении размеров этого окна, видео также изменяется. Если вам нужно посмотреть реальный размер видео или какой-то другой, выберите в этом списке 100%, например. Также в контекстном выпадающем меню правой кнопки мыши можно изменить качество отображаемого видеоматериала. Это можно использовать, если у вас довольно-таки слабый компьютер и при воспроизведении он тормозит. Если понизить качество материала при просмотре, то видео не будет тормозить. На конечное видео это свойство не влияет. В этом окне при проигрывании можно видеть уровень звука аудиодорожек и общий уровень звука. Здесь можно переименовывать аудиодорожки, можно уменьшить уровень звука всей дорожки, например, фоновой музыки. Но это только в том случае, если вы хотите, чтобы все аудиоклипы на этой дорожке были тише или громче. И над каждой дорожкой можно изменить баланс звука в левом и правом канале стереодорожки. Через это окно осуществляется также запись звука напрямую в программу сразу на выбранную аудиодорожку. Это окно видео, аудиоэффектов и переходов. Эффекты, находящиеся в библиотеке программы, позволяют изменить смонтированный материал, и мы будем разбирать его подробнее. А это окно управления свойствами текущего выделенного клипа. Нажмем на клип на таймлайне, и здесь появляется его свойство. Также здесь будут видны настройки всех наложенных на клип эффектов, а также переходов. Сейчас, например, здесь есть положение и поворот видео. В общем-то, это одно из основных окон для монтажа. Если его у вас нет, наверное, оно либо сгруппировано во вкладках, либо оно закрыто. Открыть его можно через верхнее меню окно. В принципе, остальные окна мы почти не используем, только, пожалуй, еще одно окно предпросмотра текущего клипа. Нажимаем на клип два раза, и появляется это окно. Можно посмотреть видеокусочек до монтажа и провести предварительные манипуляции. Давайте ненужные нам окна закроем, расположим панели в нужном нам порядке и сохраним рабочую среду. Верхнее меню мы с вами обсудим по ходу дела, когда будем к нему обращаться в уроках. Сейчас можно только воспользоваться меню файл и сохранить данный проект, или есть на это горячие клавиши Ctrl-S. Вообще, в премьере очень много горячих клавиш, которые сильно ускоряют вам монтаж и работу. Полный список есть на сайте Adobe, ссылка будет в описании видео. Я призываю вас с самого начала привить себе привычку пользоваться ими. Это реально помогает. На этом наш первый урок закончен. С вами была Анастасия Кузнецова, канал LoftBlog. До встречи в новых видео. До встречи в новых видео.